Японцы славятся своим долголетием, а сама Япония трепетным и заботливым отношением к пожилым людям. Но в японских преданиях есть обычай, когда пожилых людей, чтобы избавиться от лишних ртов, относили в горы и там оставляли на голодную либо холодную смерть. Вот об этом я сегодня хотел бы вам рассказать. В японском фольклоре и преданиях сохранился обычай, который называется убасутэ. Также его иногда называют убасутэ, либо оясутэ, что дословно можно перевести как избавление от пожилых, либо избавление от собственных родителей. Этот обычай заключается в том, что для того, чтобы избавиться от лишних ртов, когда нету денег, либо не хватает еды, пожилых людей относили в лес и там оставляли на голодную либо холодную смерть. Возможно, вы знаете сказку братьев Гримм Гензеля Гретель, где по истории детей отводили в лес, чтобы от них избавиться. Японские обычаи убасутэ в целом по идее своей на это похожи. Ну, вот этот вот сам обычай убасутэ в целом не соответствует тому, что из себя представляет Япония. Каким-то взглядом японским, либо тому, как развивалась вообще Япония. Как я уже сказал в самом начале, в Японии очень трепетное отношение к пожилым людям. И началось это не совсем вот недавно, в этом веке, либо в прошлом, а еще много-много веков назад, когда появилось первое сформированное японское законодательство, еще в 7 веке, в нем было четко прописано, что к пожилым людям нужно относиться очень трепетно, потому что они кладезь знаний, у них много опыта, и вообще нужно у них учиться, а не избавляться от них. Одним из доводов того, что обычай убасутэ яма действительно существовал в Японии, приводят то, что в префектуре Нагана есть город Чикума, а вот в нем есть гора Камурики яма, другое название которой убасэ яма, что дословно можно перевести как гора, в которую приводили вот этих пожилых людей, и там их оставляли. Но действительно, сам обычай убасэ яма передается из уста в уста, уже от человека к человеку уже очень-очень много веков. А гору убасэ яма в префектуре Нагана начали так называть только в 19 веке, то есть такая есть несостыковка, поэтому как довод это не учитывают. В Японии даже по мотивам этого обычая написали японскую сказку, которая так и называется Обасэте. История сказки следующая. Жил некий Даймё. Даймё это такой вот правитель, который сдал закон о том, что всех пожилых людей, которые достигли возраста 60 лет, нужно относить в лес и там их оставлять на голодную и холодную смерть. И вот дошла очередь до двух братьев, которому необходимо было отнести своего отца в лес и там его и оставить. И вот они водрузили его на спину и пошли в лес. А дорога предстояла не близкая. По пути они, конечно же, менялись, потому что тащить все-таки человека на спине тяжело. И все это время, пока они тащили своего отца, этот отец срывал с деревья различные веточки и бросал под собой. Так же, как и хлебные крошки в истории про Гензель и Гретель. Когда сыновья спрашивали у отца, зачем он это делает, он говорил, что это же для вашего блага. Вот они донесли его до центра леса, оставили его там, попрощались с ним и ушли. И так получилось, что когда они возвращались, была ночь, и сыновья просто заблудились, не знали, куда идти. И в итоге по веточкам обратно вернулись к отцу. Он им сказал, что вот эти веточки, это чтобы вы могли дойти до дома, чтобы вы не потерялись, они все обнялись, заплакали, и дети поняли, что какой у них хороший отец, что он очень мудрый, и вообще где-то неправильно избавляться от своих пожилых родителей. Решили привезти его обратно домой, спрятать в подвале и хранить этот секрет, что они не выбросили, так сказать, своего пожилого родителя, а оставили. И так уж получилось, что Даймё, чтобы проверить своих подданных и найти действительно умных, мудрых людей, дал им задание сделать веревку из пепла. Братья долго думали, как это можно сделать, и в итоге посоветовали со своим пожилым родителем, со своим отцом. И отец им рассказал, как это можно сделать. Они вымочили солому в морской воде, свили из нее жгут, сожгли, и вот получилась веревка из пепла. Когда Даймё это увидел, он очень удивился, похвалил братьев, и сказал им, вот вам следующее задание, покажите, что вы можете. И он им дал задание, чтобы продеть нитку через все вот эти вот завития, вот эти вот все проходы и так далее в большой ракушке. То есть туда, куда рукой просто не залезешь, пальцем не залезешь. В общем, очень сложное задание. Братья опять посоветовались со своим отцом, спросили, что им делать, и он дал им совет. Вы возьмите и привяжите тоненькую ниточку к муравью, и запустите его в раковину. А с обратной стороны поставьте несколько зернышек риса, и муравей пойдет на этот рис, и в итоге вы проденете всю эту веревку через все завитки ракушки. Действительно, они это сделали, получилось, и Даймё, конечно же, удивился. И когда Даймё спросил у братьев, как же вам это удалось, братья, видя, что Даймё расположен очень к ним хорошо, по-доброму, они решили рассказать ему правду, сказали, что все это им рассказал отец. Даймё понял, что действительно пожилые люди – это кладезь знаний, что от них нельзя избавляться, и отменил свой указ. Вот такая вот хорошая положительная история о том, что пожилых людей нужно ценить, что они еще могут многому нас научить, да и вообще, в принципе, это неправильно. На самом деле, если немного поискать в интернете, то можно найти какие-то истории, предания, либо рассказы людей, которым там что-то говорили бабушки, прадедушки, о том, что такое обычай действительно существовал. Но был ли он в каких-то небольших деревнях, либо в совсем уж бедных районах? Напишите, пожалуйста, ваше мнение об этом обычае, и вообще, интересно ли была вам эта тема? Наверное, вы знаете, что у меня на канале есть рубрика, которая называется «Иная Япония». В ней я рассказываю о различных люкаях и о японской мифологии. Я подумал, что неплохо было бы сделать такое небольшое ответвление. Это даже не совсем новая рубрика, а просто ответвление, можно сказать, о японских обычаях, легендах, преданиях, которые, может, были в Японии, либо не были, это даже не важно, но о чем-то таком интересном из японского быта. Напишите, что вы думаете об этом в комментариях, и там уже будет видно, нужны ли такие видео или нет. Ну что ж, большое всем спасибо, что посмотрели. До встречи в следующих видео. До свидания.